МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это готовит для России определенный сюрприз, который так или иначе кардинально должен изменить ситуацию не только в мире, а прежде всего на востоке Украины и все, что связано с незаконной аннексией Крыма. Понятно, это дело не одного дня, как бы нам всем хотелось, раз наступила победа и мир. Тем не менее, итак, о чем шла речь, насколько я понимаю? На саммите НАТО в Варшаве принято решение, что отныне территориальный конфликт не может препятствовать вступлению в Североатлантический альянс. То есть, таким образом, ситуация на Донбассе не может помешать Украине кардинально решить вопросы своей национальной безопасности. Еще раз скажу, это не решение одного дня, не одного месяца и, к сожалению, не одного года. Тем не менее, такое решение принято. Тем более, накануне визита, двудневного визита в Москву и встречи с гражданином Путиным госсекретаря США Кэрри. Будем надеяться, что это действительно движение вперед. Тем более, в Минске говорят о создании подгруппы по восстановлению украинского контроля над российско-украинской границей. Возможно, это первые ласточки того, о чем мы так с вами долго мечтаем. Третий год войны. А теперь давайте посмотрим видео, из которого многое станет ясно. Но прежде чем это видео появится, была проделана колоссальная работа. О ней мы поговорим чуть больше. Вы поймете, почему Польши так много сегодня в нашей программе. Но не той Польши, которая является нашим стратегическим партнером и друзьями в Европе. Есть там и свои сепаратисты. Смотрим. Спросите у вас, какая цель работы здесь, в Одессе? Встреча с Совет Матери Сарабумая, да, с этими людьми и разговор про трагедию, но еще как это происходит, процесс этой вещи. Вот так. А скажите, что в Европе знают о чем-то в Одессе от второго числа? Ну что вы знаете? Вы это нагреваете? Да, мы хотим просто понимать... Да нет, подождите, я только что... Мне надо отдохнуть, если вы хотите что-то нагревать. Нет, просто я к тому, что, смотрите, сейчас мы как украинцы очень тепло относимся к полякам, да, украинская польская дружба. И сейчас на фоне вот этой вот трагедии Волынской резник идет примирение между... Чтобы вот та ситуация, которая с Одессой случилась, чтобы вас не использовали как представителей вот Польши в каком-то таком непонятном... И мы поэтому переживаем. Ну, просто мы хотим понимать, вот знаете ли вы, вот, вас пригласил сюда представителя оппозиционного блока? Нет, ээээ... Нет, ээээ... Обратно. Ходится, подъехал. Скажи, ээээ, что-то слово. Черный, черный, черный фольфлайдинг буст. Добрый день. Мы примем... Здравствуйте. А вы на каком основании видеосъемку проводите? Организация ОБИИК, это одесская организация, всеукраинская организация, которая занимается предотвращением кремлевских провокаций. То есть то, что заказывает Путин, у нас здесь для расшатывания ситуации. Смотрите, у нас есть информация о том, что завтра вы будете участвовать в такой провокации. А вы можете провокировать? Нет. Мы говорим о пресс-коференции, которые завтра собираются. Мы говорим конкретно о пресс-коференции, которая собирается. Пресс-коференцию никто не планирует. Для того, что... Простите. Слушайте, а на каком основании вообще так, в стопу, брать камеру? В руки, брать. Да, на каком основании? В стопу, как тут же вообще. Еще раз, еще раз. Не нужно переводить в другую плату. Стоп, золо, поднимайся. Простите, брать камеру, поставь, конечно... Да, может, если что-то сделано, у вас послушаемое выполнение. В организации, это вам, пожалуйста, юрист, у кого-то одесская организация. Простите. Простите. Я сейчас... Не можно снимать. А мы знаем... Эти... И прожитацию, и деньги Путина. Только... Только я делаю в парламенте. Мы в Польше. Мы в Польше. Правами человека. Мы в Польше. Правами человека. Правами человека будут универсальны. Да, отлично. Но если... Мы просто беседуем. У вас мы не снимаем. Мы не снимаем. Он не против. Он не возражает. Мы с ним беседуем. Он не возражает? Пробеседуйте. Это нормально. Все, мы беседуем. Станьте строго. Просто мы хотим понимать, вот знаете ли вы вот... Вас пригласил сюда представителя оппозиционного блока. Нет. Эээ... Нет. Эээ... Ну вот, вот такое видео. Вполне вероятно, что не все телезрители, те, кто, ну извините, как говорят, не в теме, понимают, что происходит. Хотя ключевые моменты определены достаточно четко. Польский, как его назвали в прессе, сенатор Януш Недзвецкий, вот вы видите на своих экранах, говорит о том, что его не приглашал оппозиционный блок в Одессу для проведения конференции. Об этом расскажет буквально через несколько секунд Дмитрий Ювичик, руководитель общественной организации ОБРИХ. Но все время его сопровождает Игорь Шовкунов, юрист оппозиционного блока. Дим, здравствуйте. Ну, в начале, месяц назад, в одной из программ информационного сопротивления мы начинали тот выпуск вот так, я могу оригиналу. Лидер проросійської партії «Зміна» Матеуш Піскорський заарештований польською контррозвідкою за шпигунство на користь Росії. Згідно постанови суду, арешт було продовжено ще на три місяці. И ця новина не стала для нас сенсацією. И далее по тексту будет, что восени 2015-го на місцевые выборы «Место Дніпро» и «Кривый Рег» пребывает, увага, Януш Недзвецкий, активист партії «Зміна», шпигуна, який на догоду російським ЗМІ заявляє про системные порушения та фальсифікації української влади під час плебісциту на місцевых выборах. Так я казав, що дуже багато буде Польщі, ті Польщі, яка проросійська, проте нас в нашій програмі. Дмитрий, ну, ми видим вже, потім ще буде пікетування, не пікетування, я не знаю, блокування польських політиків в гостіниці «Женєва», в Аркадії. До цього була проведена огромна робота. Що ж це було таке? Що за інформаційна диверсія готовилась проти України? І тепер вам слово. Ну, к нам поступила інформація, що позавчора, получается, приїхала эта група людей по приглашению ОПОБЛОКа в цілю провести какую-то, либо это должна була бути прес-конференція, или это круглый стол должен был бути, с участием так называемых «Советом матері Одесы». Там представитель Мачулка Віктория, которая является лжематерью, лжематерью. У нее не погиб никто, у нее сын преступник, который находится по этому делу, под следствием. І такі вот інтересні личності, як Януш Недзведський і Ян Рулевський. Якщо з Недзведський, там все понятно у нього, чисто пророссийські нескрываемі взгляди. Бал от того, как вы уже сказали, лідера партии «ЗМИН» Пискорского арестовали за шпионаж в пользу России. То есть такая компания интересная. Но вот по Рулевскому неоднозначна такая была ситуация. Нам показалось, что возможно его даже использую в темную. Но наше дело было эту ситуацию все проверить. И сразу по их приезду, вы тоже показали сейчас в нашем ролике, в общении с журналистом они отрицали причастность ОПОБЛОКа к их приезду. Это уже насторожило. И в дальнейшем... Ну и скажем так, тут было нежелание идти на открытый диалог с прессом, что для поляков, которые подчеркивали европейскость свою. Это страшно. Изначально было понятно, что они хотели эту встречу, приезд свой, как бы, как можно провести... Меньше афишировать. Меньше афишировать, инкогнито. И чтобы им не помешали в этой их основной цели, в этой конференции, да, или круглый стол это должен был быть. Вот. И убедившись, что они отрицают причастность ОПОБЛОК, это еще больше насторожило, и нас как бы... Значит, и в дальнейшем в разработке они вообще себя вели очень, так скажем, как в настоящих каких-то шпионских детективах. Они передвигались, насколько, как бы, уже собаку в этом сели, но сложно было их проследить вот до самого ресторана этого, действительно. То есть, со всеми мерами предосторожности, как говорится. Вот. Но, тем не менее, у нас встреча в ресторане состоялась. Мы свой посыл донесли, что об их планах известно. Если вас используют темную, значит, имейте в виду это. Вот. И вечером мы написали публикацию, значит, полностью уже у нас была информация по адресам, по... где они живут, где собираются проводить конференцию эту. Цель публикации была, во-первых, подинформировать общественность, и мы, в принципе, призвали общественных и общественные организации патриотические, для того, чтобы предотвратить эту информационную провокацию. Что касательно, конкретно там, мероприятий, которые, которые организации для этого делали. То есть, мы не координировались, и какие-то планы не разрабатывали. Ну, в принципе, мы понимали, что вы делали. Ну, ситуацию вы действительно вынесли в публичную плоскость накануне. Это было в социальной сети Facebook, и вы просили людей подтянуться, да, то есть, попытаться помешать вот этому созданию информационного повода. Я понимаю, что сейчас какие-то оперативные моменты открывать мы не будем, и это правильно, это логично. В любом случае, когда здесь в студии был руководитель вашего аналитического отдела, Вадим Лабас, мы говорили о том, что лето, так или иначе, будет довольно жарким и взрывоопасным для Одессы. И прекрасно знаем о том, что Кремль не оставил Одессу без внимания. Вот это информационный повод, он был рассчитан на, только на внутреннего потребителя, на украинского, или все-таки с выходом на Европу. Чуть позже скажу, почему задаю именно этот вопрос. Скорее всего, скорее всего, это было рассчитано на Европу. И как бы это, понимаете, если бы это был просто такой формат, какой иногда проводит этот провокатор Моррис, то они бы собрались, то есть, ну, собрали бы этих матерей, там, провели бы какое-то, наверняка было какое-то, готовилось какое-то заявление, потому что, когда их приезд стал общеизвестным, они все-таки не отважились ни на какую встречу. Хотя, какие-то планы были, потому что по месту проведения информация была, что переносится по времени. Потом к ним в гостиницу приезжала секретарь Скорик, Скорика, как ее зовут, Ирина Ковалиш. То есть секретарь, депутат Одесского областного строя. Да, не общалась с людьми, не говорила там о целях. Которая отрицает войну России против Украины. И в этой студии она об этом заявила. То есть было понятно, что что-то они пытаются как-то все-таки приезд, чтобы он какой-то имел смысл. Я даже думаю, если с польской стороны не будет у них никаких противоречий, то они наверняка все это используют и проведут эту встречу все-таки в Польше. Пригласят туда этих матерей. Или ту кочующую бригаду бременских музыкантов, которая живет за границей и рассказывает об ужасах Возможно. Если польская сторона это допустит, то у них в связи с этим не будет каких-то проблем. Просто дело в том, понимаете, мы постоянно находимся в этой ситуации, когда мы отслеживаем подобные провокации или подготовку к этим провокациям. Потому что, вы же понимаете, от оппозиционного блока это не первое, не последнее. И они просто этим постоянно занимаются. Это их задача. И если любой враг достоин уважения, то не эти люди. Потому что, по-честному, они не должны быть депутатами нардепами украинскими. Они должны уйти в глухую оппозицию, бороться, как они говорят, с карателями, с бандерами и так далее. Но, тем не менее, они с нашими депутатскими полномочиями просто расшатывают, разваливают. С зарплатами от украинских налогоплательщиков. Это абсолютно, я считаю, неправильно. Тем более, эта тема 2 мая, она вообще не стоит никакого обсуждения. Президент Порошенко четко и ясно выразил позицию по этому событию. Он поблагодарил одесситов, что мы победили в этом противостоянии. Да, были жертвы. Но я не вижу, чтобы оплакивали или называли трагедией потери немецко-фашистских захватчиков. Но это война. В войне есть потери. Люди погибли за Новороссию. Но, да, жалко чисто по-человечески их родственникам, не мне. Но, как бы, это не трагедия в украинском масштабе. Это победа наша в украинском масштабе. И четко президент об этом заявил. Президент заявил это в Одессе в день празднования Дня военно-морских сил Украины. И когда нардепы этим занимаются, а СМИ не могут понять, как это освещать. Вот я вчера почитал, и очень много СМИ используют якобы, якобы. Ну, тут как бы четко на видео понятно, якобы или не якобы. Ну и мы привели то есть там есть, это не якобы. И если люди отрицают, то это тоже не якобы. Ну, то есть провокация явно. Мы говорим о провокациях, связанных со 2 мая. Я понимаю, что все равно, так или иначе, эта карта будет еще разыгрываться. Есть ли у вас механизмы, сейчас без подробностей, которые помогут всем этим вещам противодействовать. И потом перейдем уже к другим фактам. Но опять-таки, почему задавал вопрос о всеевропейском масштабе? До чего хотели раздуть этот повод? Сразу после того, как блокировали этих визитеров польских. Да, они польские сенаторы. Тут, как говорится, дело поляков. Николай Скорик заявил о том, что вот, скажем так, конфликт всеверопейского масштаба почему-то начал угрожать одесситам, гаагским трибуналам. Сначала, я думаю, надо расследовать преступления России на Донбассе и в Крыму, а потом об этом говорить. То есть, это заявление явно готовилось, и оно в любом случае прозвучало чуть-чуть откорректированное. Вот, от оппозиционного блока, такие движения, опять-таки, тема 2 мая, будет дальше использоваться, на Ваш взгляд? Ну, она будет использоваться постоянно, потому что, ну, экономическая наша ситуация, которая ухудшается в результате военных действий, войны, которую мы ведем, это будет использоваться, и будут использоваться события, которые вот так вот распиарены. вы же обратите внимание, что Россия, вот сегодня в Польше просто не просто так появилась на горизонте, то есть, на фоне событий Волынской, там, резины и так далее, они, да, они хотят найти сторонников вот этой провокации, которую они готовят. То есть, они всегда, потому что ложь, ради лжи, она как бы, недолгосрочная, всегда она должна базироваться на хоть какой-то фактаж, поэтому они так используют. Что мы будем делать? Мы будем продолжать мониторинг, мы будем продолжать информировать, потому что мы, как вы знаете, там, не организация прямой ДИИ, да, как у нас вот, сами себя ребята назвали. Вот, в крайнем случае, конечно, мы будем на улицах, но я считаю, что этого допускать нельзя, то, что прошло, мы должны сделать выводы из этого и бороться все-таки в информационном поле, нежели уже непосредственно с применением оружия. Мы можем только с вами согласиться, кстати, Бериг, одна из немногих патриотических организаций, которые дали свою аналитику по поводу так называемого крестного хода. Ну, хорошо, я без якобы, да, чтобы не уподобляться. Идет хода, пусть идет, хотя не хотелось бы. Вы давали свою аналитику, не хотелось бы тему это раздавать. Тем не менее, давайте поставим определенные, может, точки на дверь. По мнению Берига, по мнению ваших аналитиков, вас лично, что такое вот эта крестная хода, которая идет с двух сторон Украины на Киев? Ну, это однозначно провокация, которая, опять же, подготовлена Кремлем. Конкретно, их цель, она, насколько я понимаю, мы не можем о ней говорить как со стопроцентной известностью. Понятно, что это будет какая-то провокация. Насколько это будет провокация? Мы будем надеяться, что это будет все-таки без человеческих жертв. Как предотвращать ее? Это невозможно предотвратить, потому что мы живем в режиме мирного времени. Мы не можем в нашем формате, я имею в виду, мы, это государство Украина, запрещать или, ну вот, то есть, мы только ухудшим таким образом ситуацию. То есть, опять же, мы заложники вот этой, вот этой гибридной войны. То есть, которая, по факту, война, а де юра, это не война. Просто, как бы, мы со своей стороны просим людей быть, ни в коем случае не вестись на провокацию, потому что изначально провокация, которая явно считывается, это физическое противостояние вот этим людям, которые двигаются там в сторону Киева. Спецслужбы уверяют, и нет, как бы, оснований им не верить, что у них ситуация под контролем, что внедрены там и внутри этой ходы люди, и они знают обо всем, что происходит, и будут готовы противодействовать всему, что придумают, ну, будем надеяться на это. Но сложная ситуация, очень, как бы, никто не спорит. Ну, вот, на этом фоне понятно, что используются, в том числе, и религиозные взгляды одесситов, в том числе, и украинцев. Речь идет о 28 июля, это день равнопостального святого князя Владимира. Кстати, для телезрителей, кто не знает, буквально накануне, памятник нашему князю Владимиру Великому, был установлен на Валааме, насколько мне известно, присутствовал гражданин Путин, и присутствовал некто Богуслаев, это Мотор Сич, который высказал там мнение о том, что, опять-таки, единый народ, и так далее, и тому подобное, более того, единая цивилизация. Мы же с московитами точно не входим в одну цивилизацию, это моя личная точка зрения. Дима, вопрос вам. На ваш взгляд, ваша аналитика как показывает, какие информационные поводы могут быть использованы в ближайшее время, что нам следует ожидать? Опять-таки, советы Одесситам, ну, из разряда того, что не вестись на информационные провокации, соблюдать информационную гигиену, ну, опять-таки, возможно, какое-то предупреждение, да, на что могут давить, на какие чувства, на какие болевые точки? Ну, понятно, что будут, я уже проговаривал, будут давить на экономическую ситуацию, будут... То есть это тарифы? Это тарифы. Будут использовать религиозный вектор, будут использовать военное давление, которое сейчас усилилось на востоке. Что нам делать? нам нужно, в первую очередь, вести себя по-человечески, по-нормальному, не усугублять самим ситуацию по месту в городах, там, где мы находимся, проживаем, и каким-то образом понимать, что рано или... вот сейчас просто идет это обострение именно к возможному голосованию за выборы и автономный, не автономный, а особый статус Донбасса. В любом случае, после, будет обострение ситуации до этого момента, и в любом случае, после, то есть там это просто нужно пережить фактически, и дальше смотреть, в каком формате двигаться. Как бы там ни было, уже третий год Украина находится в таких тяжелых ситуациях, в такой тяжелой ситуации, но мы до сих пор не сломлены, мы до сих пор сопротивляемся, и успешно, и мы наращиваем потенциал, и это дает не надежду, это дает уверенность в том, что мы не по зубам Российской Федерации. Кстати, вот про Одессу, недавнее, довольно недавнее интервью человека, которого назвали, такой был заголовок, директор войны, главы СБУ Василия Грицака, был вопрос по Одессе отдельный, он сказал о том, что Одессу зачистили хорошо, хотя спецслужбы понимают, что какие-то моменты, давление опять-таки будут присутствовать, ситуация будет раскачиваться изнутри. Ответьте мне конкретно на вопрос, который снова поднят в социальных сетях, у нас самое модное сегодня средство массовой информации, о том, что, дескать, в Одессе еще действует так называемое русское подполье, я не знаю, что-то типа такого. Есть ли это подполье? Если это называть русским подпольем, невозможно сравнить то, что было и готовилось заранее, готовилось еще до 2013-2014 года, та сеть, и тот уровень подготовки людей, которые присутствовали здесь и были в 2014-2015 году ликвидированы, разогнаны и так далее. То есть, то, что сейчас на скорую руку создается и налаживаются какие-то связи, это как бы несопоставимо. И, естественно, за тем процессом, который сейчас наблюдается, за ним спецслужбам проще, опять же, это автология, да, проще вести наблюдения, проще противостоять, потому что уровень значительно ниже. То есть, Российская Федерация проигрывает по всем фронтам, в том числе и вот такого диверсионам, потому что, ну, нормального диверсанта подготовить нужно время, нужно средства, и хорошо им дали по башке, и такую вот серьезную угрозу Одесса от себя отвела. Ну, то же самое и в Харькове, то же самое. А что касается Николая Херсона, это рядом, это юг Украины. когда я говорю Одесса, да. То есть, угроза террористической диверсии сегодня, она намного ниже, на порядок ниже, чем раньше. но она существует, и не дай Бог нам на своей шкуре, кому-то об этом как бы узнать в реале. Поэтому, в любом случае, не расслабляемся, в любом случае, продолжаем. То, чем мы занимались, просто нам чуть легче стало, мы стали опытнее, а люди, оппоненты, да, противники стали немножко слабее. Вот давайте на закуску вопрос. Все равно хочется выйти на позитив. В принципе, разговор-то получился, на мой взгляд, деловым, по факту, да, и с аргументированной позицией. Ваша социальная деятельность, она тоже набирает обороты. Мы недавно в этой студии общались. Что с ВЕЧИ, что с той социальной программой «Краина кожного», которую вы реализуете? В ВЕЧИ подготовка идет, в принципе, запланированная и нормальная. Даже я бы так сказал, что хорошо идет. То есть, 24-го числа в 18 часов возле Дюка... То есть, никакой позиционный блок вам не помешает? Ну, понимаете, тут вообще-то у нас выигрышная ситуация. Тут невозможно нагнать бюджетников и рядом митинг собрать и сказать, что в этом плане все хорошо. То есть, тут стоит вопрос ребром. Решать проблему. Решать ради нас, ради людей, которые живут, ради защитников, которые там приходят раненые с войны. Нам в этом плане, как бы, с юридической точки зрения, с моральной, абсолютно правы. Тут, как бы, самый большой вопрос это, как бы, разбудить в людях, в обществе потребность эту. То есть, чтобы люди понимали, что это касается каждого и помогли нам своим присутствием хотя бы, а еще лучше, какими-то активными действиями. То есть, вечер состоится, все к нему идет нормально. У нас в следующей неделе будет последняя, будет немножко так пожестче с нашей стороны информационная составляющая. мы будем раздавать флайера пригласительные, мы будем говорить об этом в эфирах, которые нам предоставят. То есть, я думаю, что людей будет приличное количество, много уже согласилось, и плюс это лето, Одесса, будет много прохожих, то есть, будет интересно, там должно быть выступление, опять же, людей с инвалидностью. если все получится, приедут восьмикратные чемпионы Европы по танцам, вот, то есть, будет и интересно еще. Ну, подводя итог, потому что это стосуется к каждому. То, о чем мы говорили с руководителем общественной организации УБРИХ в этой программе, Дмитрий Витчик был гостем нашего эфира, действительно, касается каждого. И первая тема, и тот вопрос, что мы оставили на закуску, да, потому что в любом случае будет победа, будет мир, жизнь продолжается. Но всегда просил и прошу в своих эфирах, не забывайте, что против нашей страны идет война. И каждый должен так или иначе в этом участвовать. Все для фронта, все для победы, пусть это и советский лозунг, он остается для нас актуальным. И как напоминание о том, за что, к сожалению, гибнут наши парни на востоке страны, за что борются ребята, в том числе, прежде всего, Аберега, других организаций здесь, информационно или другим образом. Посмотрите небольшой клип, он так и называется, симфония войны, после которой будет симфония мира. А вам спасибо и до встречи. Вам спасибо. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА